Девушки отдыхают Сейчас идет процесс оформления документов, их забирают в приемную семью, причем, как мне известно, у них очень хороший контакт с новыми приемными родителями. Они друг друга нашли, они друг к другу притянулись, и я надеюсь и уверена, что у них все будет отлично. А вот 9-летняя Дарина, участница проекта «Утро в семье», в конце лета обрела семью вместе со своим братом Джамшутом. Еще одна участница проекта Диана совсем недавно отпраздновала свой день рождения. Настоящий праздник ей помогла устроить продюсер программы «Утро на Анисеи» Дарья Кобылянская. Мы купили торт, привезли свечи, накрыли стол. В детском доме вообще не предусмотрено какое-то пышное празднование дня рождения. У них только поздравления за ужином, при всех какое-то было. Мы устроили для нее настоящий праздник, пригласили фотографа, фотограф фотографировался, впечатлили моменты. Она была очень счастлива, и мы были очень рады, что подарили ей такой праздник. Участие в проекте начали принимать и телезрители. Так в одной из серий волонтер детского дома Карина Елисеева устроила двум ребятишкам Максиму и Жене встречу с игроками футбольного клуба «Анисеи». Ребятам даже удалось сыграть в футбол с профессионалами. За всем происходящим со стороны наблюдала корреспондент «Утро на Анисеи» Юлия Кравченко. Им на самом деле очень понравилось, потому что они заядлые такие обувь футболисты, и провести непосредственную тренировку с профессионалами для них было очень важно. Внимание взрослых для ребят из детских домов очень важно, ведь их окружает другой мир. В нем нет родительской заботы и ласки, которые с детства окружают другие детей. Если и вы хотите подарить чуточку тепла этим мальчишкам и девчонкам и сделать их жизнь счастливой, обращайтесь в нашу редакцию по телефону 233-11-66. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok